Ни на какие компенсации не рассчитывают жители Усолья-Сибирского. Они надеются прежде всего на решение многолетних экологических проблем. Речь о наследии бывшего градообразующего предприятия, закрытого еще в 2010 году. Судьбу промплощадки с ядовитыми отходами теперь будет решать недавно созданная межведомственная группа. Она уже побывала на территории Усолья-Химпрома. О визите на самую больную точку города, лечением которой, наконец, занялись, расскажем далее. Это лишь одна из многочисленных отметин, поразивших тело города. Они не просто портят внешний вид Усолья-Сибирского, но еще и нестерпимо зудят, создавая множество экологических проблем. Стоки с ядохимикатами из промышленного коллектора берут свое начало на ныне закрытом химпроме, а в конечном итоге оказываются в Ангаре. Такое отравление реки – лишь один из симптомов затянувшейся болезни. Ее лечение – теперь головная боль недавно созданной рабочей группы. В ее составе – представители профильных министерств, администрации, прокуратуры, МЧС, полиции, Росприроднадзора. Все они приехали на промплощадку бывшего градообразующего предприятия, чтобы лично изучить анамнез и составить схему лечения. Одно из предложений для строительства здесь завода, на площадке прямо химпрома, это реализация и здесь артути, переработки и так далее. Так как если здесь не один объект, а несколько объектов, учитывая шлама накопитель, где там тоже минимум 300 тонн артути находится, то нецелесообразно ли было не возить по всей стране, а установить здесь локальное учреждение, которое занималось мультилизацией. Ликвидировать необходимо более 60 цистерн с ядовитым содержимым, прекратить стоки из промышленного коллектора в Ангару, разобраться со шламонакопителем, в который складировались отходы. На такое масштабное лечение нужны огромные средства. Помощь готовы оказать из федеральной казны. Работы по демеркуризации цеха ртутного электролиза включены в нацпроект «Чистая страна», чтобы раны не расчесывали еще сильнее, пока идет обсуждение, промплощадка охраняется. Но даже это не останавливает тех, для кого больная точка на карте города, не более чем возможность поживиться. Накануне поймали очередного похитителя с баллоном ртути. Такую заразу разносят за пределы промплощадки уже не в первый раз, хотя все это время контролировать течение болезни должны были конкурсные управляющие. Но далеко не все справились с возложенными на них обязанностями. Насколько я помню, предохранная прокуратура Байкальская уже направила материалы в следственные органы для решения вопроса на возбуждение уголовного дела в отношении конкурсных управляющих за бездействие, поведавшее значительное причинение ущерба экологии. Затем, чтобы болезнь, оставившая свои отметины на площади в более чем 600 гектаров, не прогрессировала, теперь обещают следить пристальней. Рабочая группа по решению проблем промплощадки у Солехимпрома будет собираться ежедневно. Алена Полоненко, Новости по будням.